Whiteboard в Zoom. На русский ее перевели как «доски сообщений». Штука весьма удобная. Ну а Zoom соответственно удобен тем, что все время вводит в интерфейс какие-то полезные штуки, которые превращают сервис для видеоконференций, каковых существует немалое количество, практически в комбайн для совместной работы над проектом. С досками сообщений есть небольшая путаница, потому что вот тут в демонстрации экрана тоже есть доска сообщений. В ней можно работать, но она, прямо скажем, не очень удобная. Я так понимаю, хотя не обращал внимания, она существовала всегда. А вот эти доски сообщений, которые вынесены отдельным пунктом в нижнее меню, появились недавно. Хотя, возможно, тоже не обращал внимания и они были в слепой зоне. Рассказывать буду про них, потому что первое, конечно, весьма кругозое изобретение. Значит, если вы авторизованы в Zoom, то тут собраны все доски, над которыми вы работали когда-либо. А тут шаблоны от Zoom, разбитые по категориям. Можно использовать готовый шаблон, либо создать чистую доску. Тут права доступа для всех, то есть участники могут либо иметь возможность редактировать доску, либо нет. Впоследствии это можно изменить, но уже индивидуально. Для каждого конкретного участника. Ну и перед нами классический бесконечный флипчарт. Тут инструменты редактирования. В целом интуитивно понятно и мало чем отличается от инструментов редактирования других подобных сервисов. Тут какое-то количество настроек. Например, название доски. Собственно, настройки. И еще три весьма полезных инструмента. Например, таймер. Крайне востребовано при мозговых штурмах. А это указка. По-моему, называется лазерная указка. Почему лазерная, непонятно. Но она вот так красиво исчезает. И таймер тоже красивый. Издает звуковой сигнал по завершении и тоже исчезает. Тут настройки для совместной работы. Здесь раздают доступ и добавляют комментарии. А тут все, что касается доски. Всяческие масштабы. Да. Масштаб меняется сочетанием Ctrl и колесико мыши. Доску можно двигать, нажав на колесико мышь. Классический хоткей для дизайнерских программ. Так на инструментах особо останавливаться не буду. Есть что рассказать, кроме этого. Вот это удобно. Фреймы. Рамка. Все, что вы на ней размещаете, двигается вместе с рамкой. По каждому объекту есть дополнительные настройки, если его выделить. И вот это мне показалось очень удобным. Не помню, чтобы было реализовано где-то еще подобным образом. Реакция на объект. В данном случае на стикер с подсчетом голосов. А также тут есть отдельная возможность одобрить или нет. Тоже с подсчетом голосов. Хорошая такая удобная штука. Значит, кроме того, что у нас есть бесконечный флипчарт, у нас еще есть возможность добавлять страницы. Стартуя тем самым еще один бесконечный флипчарт. А две бесконечности, как известно, лучше, чем одна. Возьмите бесконечный ряд натуральных чисел. Потом выберите из него, например, только четные. И напишите в комментариях, будет ли бесконечный ряд четных чисел меньше. Так, теперь что касается совместной работы. Тут у нас все участники конференции. Мы им разрешили вначале редактировать доску. То есть они могут делать то же, что и вы. Но можно кому-то запретить редактировать, переведя его в раздел зрителей. Ну а потом, соответственно, можно опять разрешить. И что касается конечного результата. Его можно скачать в PNG или PDF. Но, еще раз, если вы авторизованы в Zoom после окончания работы над доской, а делается это путем нажатия кнопки «Остановить доску», все доски, над которыми вы работали, хранятся у вас вот здесь. И вы впоследствии можете вернуться к работе над доской в какой-нибудь другой конференции. Или, например, в рамках одной конференции вы можете поработать над одной доской, остановить ее и запустить другую. Ну и напоследок расскажу про презентации. На мой взгляд, неочевидная история со страницами. Логично предположить, что презентация — это последовательность страниц. Но нет. Это последовательность фреймов на одной странице. То есть насоздавали фреймов, оформили. И запущенная презентация выглядит вот так. Стрелками на клавиатуре вы, собственно, эти фреймы листаете. Ну, в общем, нельзя сказать, что Whiteboard — незаменимая функция. Мы пользовались и Figma, и Google Jamboard, просто запуская их параллельно с конференцией в Zoom. Но все-таки, когда все в одном месте, согласитесь, это удобнее. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Ваволомов, и Теплица социальных технологий.